Всем доброго дня! Я хочу рассказать вам о традиции праздника Ханка. На этих традициях это очень светлый праздник. Это праздник света и праздник огня. Он совершается в определенное время, которое рассчитывается каждый год индивидуально. В каждом году Ханка празднуется какое-то особое время. И это особое время говорит о том, что темные времена всегда можно пережить, если зажечь огонь. Этот огонь зажигается не только свечами, не только лампадками, но и в сердце каждого человека. Ведь глядя на огонь, мы можем настроить свое сознание, получить такие инсайтовые вспышки. Мы можем так перестроить свою жизнь за эти прекрасные 8 дней Ханки. Потому что традиция гласит, что каждый день с особой молитвой мы зажигаем по одной свече. Мы призываем всех людей вокруг жить более духовной жизнью, жить истинными духовными ценностями. И это залог и гарантия материального благословения, материального благополучия. Вместе с детьми, вместе с женами дать семье и детям ощущение праздника. Есть в резком традиции несколько уровней законов. Есть то, что является законом Торы. Есть то, что является законами мудрецов. Первый день одну, второй день две, три и так далее. И так до восьми, до последнего дня Хануки. Плюс еще традиционные блюда. Это прекрасные круглые пончики, которые говорят о балансе во всех сферах жизни. Не забывайте мечтать, загадывать желания и обязательно радоваться. Потому что желания могут исполниться только когда человек пребывает в особом состоянии. В радости. Светлый праздник, где много огня, много энергии. И это дает такой заряд бодрости, который помогает пережить темное время, когда ночь очень длинная, а день короткий. И вот горит огонь Хануки. И в каждом сердце горит частичка этого огня, частичка чуда. Потому что сам праздник говорит, помни о чуде, знай о чуде. Передавай чудо, передавай знание. Что это за чудо? Чудо нашего с вами сознания, чудо нашего мышления. Чудо, при котором можно исполнить все желания. И скоро мы вам эти практики обязательно покажем. Присутствуйте на наших занятиях и прямых эфирах, потому что скоро как раз будет занятие по праймингу. Как устроена эта технология, вы подробно, подробно узнаете. Как мы праздновали Ханку в этом году? Мы отправились в Барвиху, где зажигалась минора, читалась молитва перед тем, как ее зажечь. Обязательно была прочитана молитва. А потом все ели пончики, пили чай, кофе или другие любимые свои напитки. И, конечно же, танцевали. Посмотрите, какой это импульс, какая это энергетика, потому что такой импульс дает мощный заряд, исполняющий очень многое в вашей жизни. И все становится возможным, все становится доступным. Прикоснитесь к чуду, прикоснитесь к волшебству и приходите на наши занятия. С вами была Татьяна Нечаева.